друзья приветствую всех у себя на канале сегодня хочу показать и рассказать какой я сделал все на даче туалет ванну вот из коридора это выглядит так две двери сделал раздельный туалет с ванной начну с туалета вот такой туалет на полу ламинатик стены вагонка окрашены здесь заколерована краска тут бачок у нас нагревательный на 100 литров термекс расширительный бак для насоса здесь же я поставил фильтры очистки вот взял я обычный фильтр гейзер который для очистки для питьевой воды вот почему я взял их здесь резьба вот одна вторая она как раз подходит на систему очень удобно они уже продаются скреплены между собой но достаточно качественно так что еще здесь в этой системе предусмотрен зимний слив то есть вот у нас заходит вода до сюда обратный клапан после него идет идет вход сначала для воды для холодной это обратный клапан вот здесь же идет вот я сделал слив зимний слив то есть я открываю вот эти два крана у меня бак полностью заливается в обход обратного клапана здесь я сделал с 30 очки канализации у меня все уходит там поднял наверх и за бачком у меня выход там на улице для захвата воздуха ну то есть чтобы не было вакуума при спуске унитаза вот чтобы все долетало у нас до септика здесь тоже предусмотрен слив это для холодной воды то есть я поворачиваю вот этот кранчик у меня идет слив то же самое здесь открываю вот этот кран и все уходит у нас в канализацию так это это часть холодная вода это раковина то есть это машинка это душевая кабина холодная вода это унитаз здесь у нас соответственно горячая вот это на кабину идет вот это на умывальник горячая вода так что у нас дальше смотрим это приходит пнд это из колодца это зимняя зимняя вода я вырвал колодец сделал максимально близко насколько вот можно вот он у меня находится пришлось пожертвовать площадочкой ничего страшного вот зато водичку нас близко теперь прокопали три кольца мне сделали мало-немало не смотреть так потом что еще давайте продолжим по насосу вот пнд-шка приходит это муфта то есть переходит уже металлопласт ой не металлопласт а полипропиленовую трубу здесь я сделал кран и байпас то есть в таком состоянии она закрыта вот здесь стоит обратный клапан то есть он вода идет вот такой схеме наверх если мы открываем кран то вся водичка которая у нас есть она уходит обратно в колодец дальше что вот эта трубка это летний водопровод вот мы сейчас пользуемся им у нас нашим снт мы не знаю там видно он там за дерево водонапорка стоит вот она дает воду 5 месяцев с мая по октябрь давление нормально она показывают вот этому сейчас на водонапорке сколько там показывает атмосфер почти два две с половиной атмосферы когда закончится летний период воды естественно не будет от вот напорной башни будем пользоваться колодцем закроем просто этот крантик включим насос и упадет водичка это что у нас это автоматика для насоса скручена она была с насосной станции которая вышла из строя вот бак тоже от насосной станции и все было добавлено в систему насос погружной я взял акварио вот такой блок там стоит он включается вот от автоматики вот я сделал розеточку такую здесь потом когда мы будем пользоваться розетку запитать все будет работать так что еще это у меня идет труба на второй этаж отсюда здесь у меня как распределитель вот идет уже труба на второй этаж фитр использую обычный обычный просто 50 микрон и вот они хорошо очищают достаточно бак термекс достаточно хорошие баки вот поначалу думал взять более навороченные там с электронным табло здесь потом вовремя одумался и просто решил взять самый простой зачем это взять брать себе этот геморрой вот это обычный бак утепленный в нем стоит два тена все нагревается взял я его за 6 500 100 литровый бак нормально тут все вместилось вот так вот и часу здесь соединение все делаю жесткие то есть через американочку меня уже накручивается без гибких шлангов потому что шланги иногда срывает бывает не к чему все везде на жесткой единственное подключается там умывали тушевая кабинет я сделал на гибкой подводки с этим нормально так ну что давайте перейдем в ванную комнату такая ванная комнатка машинку новую пришлось купить Таня пережила переезд из старого места где она стояла раковина ромашка называется очень мне понравилась дизайн такая необычная выглядит очень необычно здесь тоже я делаю без гофры там тройничок стоит машинка подключается подписывайтесь на мой канал я за это лето наснимал кучу видео вот именно посвященные вот этому санузлу кабину я собирал там все вот и до заснял на камеру вот как это я все делал здесь полотенчик полотенцесушитель у нас висит купленный петрович окошки в леруа куплены стоит что-то не смешные деньги полторы тысячи полотенцесушитель у нас тоже в леру не благостойки но пока вроде как нормально все ведет пока не сдувается плинтуса вот такие вот самые большие которые дистиллируют самые высокие здесь вообще минимально труп вот это идет подогрев трубы пнд-шки я вывел сюда потому что здесь розеточка есть на всякий случай если труба замерзнет включить все это дело вообще изначально здесь была у нас кухня этого ничего не было перегородок не было никаких я разобрал стены оставил крышу только одну вот эту стену выравнивать не стал просто ее ну а бил имитации бруса округленный вот а все остальное фактически построил оставалась только одна крыш на стоечках на тонких вот я усилил каркас каркас 150 на 50 купил доску вот и сделал все стены фактически по новой с той стороны у меня имитация бруса такая вот а с этого вагоночка вот потолок тоже самое сделал каркас заложил утепление 150 вот и зашел вагонкой ну естественно использовал ткань порезавиционную вот так что вот так план этого санузла разрабатывал еще наверное с зимы вот рисовал на компьютере расставлял мебель было множество вариантов прокручено вот вот этот оказался самый идеальный сначала хотели сделать совмещенку санузлу вот но потом поняли то что есть место для для отдельного туалета вот и кабину вот сюда вниз у нас как раз вошла все получилось прекрасно я считаю вот так что вот так и главное по деньгам в принципе доступно все доступно вот кабину я за 30 штук купил вот она как ванна под кабину вот я ростом метр восемьдесят шесть вот могу здесь полежать при желании вот если захочу погреться поняшится ванной вот ну в принципе в принципе наверное все подписывайтесь на канал ставьте лайки вот по этому санузлу буду выкладывать сейчас нет времени сейчас доделываю пока все а вот наверное уже осенью начну выкладывать видосы касающиеся вот этого всего ремонта в принципе у меня там как вагонку я прибивал как красил вот единственный каркас вот когда каркас сделал что-то как-то не срослось снимать там свои были причина это катаклизм у меня тут случился пока обшивал наружные стены был ураган и машина моей супруги влетела лесенка просто заднее стекло в общем все были расстроены до съемок шума омруга вот так что вот так ну давайте на этом закончим видео ставьте большой палец вверх ну конечно если считаете нужным подписывайтесь на канал буду рад вот и буду работать дальше в этом же направлении делать что-то снимать видео всем пока друзья